Во всем мире инсульт объявлен глобальной эпидемией. Это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций. Инсульт остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России. Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, призван обратить внимание общественности на этот недуг. Ведь благодаря возможностям современной медицины, если распознать инсульт в самом начале, можно избежать страшных последствий, которые он влечет за собой. По официальным данным, Межрайонный неврологический центр, который расположен в Славянской ЦРБ, ежегодно показывает неутешительные данные о количестве обратившихся с диагнозом инсульт. От 900 до 1100 пациентов попадают сюда с этой страшной болезнью. Причин его появления много – от наследственного фактора до ожирения. Настораживает врачи тот факт, что возраст заболевших инсультом с каждым годом становится ниже. Самым молодым в Славянском районе стал пациент в возрасте 26, Инсульт не стареет, он только молодеет, и больных становится все больше и больше. И самое страшное, что уже тех хроников, которые мы достучались, и дети занимаются своими родителями, их становится немножко меньше. А тех молодых, которые с работы привозят, сразу после работы, после каких-то серьезных вещей или стрессовых каких-то ситуаций, их становится все больше и больше. Врачи заостряют внимание на том, что тяжесть последствий инсульта головного мозга напрямую зависит от сроков обращения в больницу. Если больной доставлен в больницу в так называемые «золотые часы», то есть 4 часа 30 минут от начала проявления первых симптомов, у врачей есть возможность вовремя провести тромболизис – вид терапии, направленный на восстановление кровотока в сосудах. «Пожалуйста, если что-то не так, вы лучше лишний раз обратитесь к докторам, лишний раз побеспокойте, как вы говорите, не хочется беспокоить ни скорую, ни доктору, побеспокойте. Тогда мы сможем более качественно, более надежно вам помочь». Страшен инсульт и тем, что после его перенесения для полного восстановления дееспособности человеку требуется не один год упорной работы над собой. Славянское неврологическое отделение уже три года имеет лицензию наказания реабилитационной помощи людям, восстанавливающимся после поражения головного мозга. «Мы делаем логистику, то есть мы лечим острый инсульт, мы занимаемся ранней реабилитацией, и мы больных, наших же больных принимаем на следующий этап реабилитации, то, что называется уже большая реабилитация». В отделении есть необходимая для этого аппаратура. Создана единственная в крае – реабилитационная площадка на открытом воздухе. «Эта площадка ведь создавалась благодаря помощи и главы района, Романа Ивановича Синеговского, и благодаря пониманию и участию нашего главного врача, Прасоленко Юрия Александровича, и нашему участию. И ведь вы не представляете, сколько добрых людей в нашем Славянском районе, которые нам помогали ее делать, обустраивали и помогают до сих пор делать». Инсульт – страшная болезнь, но человек, перенесший ее, не обречен. При своевременно оказанной помощи, при отсутствии противопоказаний и выполнении всех рекомендаций врача, а также мотивации самого пациента и его родственников, человек может прожить долгую и полноценную жизнь.